Друзья, я всех рад приветствовать! Находимся на родмире Криминальная Россия сервер номер один. И в прошлый раз нам все-таки удалось сохранить звание и передать особо опасного преступника Доминика Торетта в руки товарищу генералу. Прямо сейчас Доминик Торетт, друзья, уже сидит в тюрьме. Он уже отбывает свой срок. Я же, в свою очередь, по приказу генерала начал заполнять все необходимые документы о происшествии на этом острове, поскольку было цунами. Представьте, сколько погибших. Конечно же, это не могло пройти просто так. Никто не заметил. Разумеется, я все это составил товарищу генералу. Я это все передал, господа, и дело по Доминику Торетта, наверное, можно сказать, уже закрыто. Конечно, я бы тоже не хотел, чтобы он сидел. Я увидел, какой он человек. Тем более, я еще раз повторяю, если бы не он, он бы не пришел в последний момент, то, конечно же, я бы уже был бы без этих погон, я бы уже где-то сидел бы, наверное, на вокзале, скорее всего, попрошайничал. Но благодаря его честности, благодаря тому, что он все-таки пришел самостоятельно, хотя у него был шанс просто смотаться из страны, но нет. Он пообещал, он пришел, я сохранил свое звание полковника, и теперь могу смело обращаться к товарищу генералу. Здравия желаю, товарищ генерал. Я вас прошу, господа, ну, может быть, нужно немножко лояльнее к товарищу генералу относиться? Он генерал, он должен быть таким строгим. Да, но я не его сын, чтобы он меня защищал, чтобы он там собирал свою команду. Я понимаю, что Рогозин, он был уже мне как близкий прям человек, да? А генерал, я для него просто подчиненный. И все, поэтому не нужно ставить генерала, что вот он там не вызвал 100 человек, которые пошли бы меня искать. Зачем ему это надо? Докладывай. Товарищ генерал, я вам все передал, все документы необходимые по поводу дела Доминика Торетто. На почте есть вся дополнительная информация. Думаю, можно закрыть по нему вопрос. Вот и все. Молодец, полковник. Но это еще не все. Что еще от меня требуется? Как настроение? Здоровье? Все нормально? Серьезно? А ну-ка, покажите мне свои глаза. А с вами все нормально, товарищ генерал? Да, все в порядке, это очень подозрительно сейчас. Я от него никогда не слышал подобного. Как настроение? Ладно, здоровье еще. Потому что, полковник, вы отправляетесь обратно на остров. Что за... Что за дела еще такие? Я там зачем нужен? Вот я знал, что этот вопрос с подвохом, я уверен был. Вы проведете там следственные действия. Найдете, может быть, вещдоки. Так, понятно, следственные действия. Там трупов, там огромная гора трупов. Товарищ генерал, там ребята уже работают. Вот это было реально про остров, вообще никому ничего не говорить. Потеряли бы этих людей, в розыск бы подали, все. Они пропали на этом острове. Но нет, сказал же я про это. На остров вас доставят вертолет. Понял, товарищ генерал, понял. Просто столько людей, да, столько семей ждут этих людей. А тут раз они пропали, и все. Люди, там уже работают. Отправляйтесь. Есть, товарищ генерал. И прямо сейчас, господа, мы вновь... Я не хотел туда возвращаться, но мы возвращаемся на остров Маргарет. Напомню, для тех, кто не в курсе, остров Маргарет назван в честь мамы Доминика Торетто, поскольку ее точно так же, как и многих людей, смыло огромной волной цунами, которая захлестнула весь остров, и остров был полностью подтоплен водой. К сожалению, мать Доминика Торетто спасти не удалось. Не то, чтобы даже спасти не удалось, к сожалению, ее просто не нашли. Более того, информация даже поступила от рыбака, который сделал фотографию, как мать Доминика Торетто боролась с акулой. Вот та самая, друзья, фотография. Это очень страшная фотография, и как мы уже поняли, с Домиком Торетто это наверняка последние, скорее всего, просто секунды, когда жила его мать. В общем, по идее, что сейчас требуется от меня, да, для чего меня генерал туда послал? Провести следственные действия. Мы проведем эти следственные действия. Обнаружим все тела, идентифицируем все эти тела, да, все это, естественно, оформим. И тогда, ну, оформим, естественно, как несчастный случай, да, потому что люди отдыхали на острове, людей это все захлыснуло, так сказать, и произошла самая настоящая трагедия. Честно говоря, я не думал, что вообще вернусь на этот остров когда-нибудь, потому что он вызывает только печальные чувства, да, потому что все-таки это действительно очень большая трагедия. Но, к сожалению, это служба, господа, и мы просто вынуждены лететь вот туда, далеко, на этот остров, для того, чтобы, собственно, произвести эти следственные действия. Ну что, друзья, прошло немало времени, мы, наконец-таки, прибыли на этот остров. Отсюда я уже вижу различные лодки. Кстати говоря, я заметил, что вода ушла, то есть вода уже высохла со всего этого острова. И по идее, ой-ой-ой, вот я про это, друзья, и говорил. Вы помните прекрасно, что по всему острову, все, спасибо большое, спасибо. По всему этому острову, чтобы вы понимали, были разбросаны тела людей. И как раз-таки задача этих людей, которые сюда прибыли для проведения следственных действий, собрать всех, давайте проверим, опять же, да, посмотрим. Да, так и есть, господа, то есть они отсюда, этих людей всех подоставали со всего острова. Но это еще не все, как вы понимаете, это только начало. Это кошмар, это все друзья Доминика Торетто были. Вот он сейчас сидит в тюрьме и даже не подозревает, что здесь... Но, опять же, это хорошо, это хорошо, что ими занялись. Хорошо, что мы будем идентифицировать их. Так, есть доклад. Здравствуйте. Здравствуйте, кто у нас здесь главный? Мне нужно понять, на какой стадии сейчас происходят следственные действия. Я, товарищ полковник. Докладывайте, пожалуйста. Опознали всех погибших. Так, это хорошо, это хорошо. Ну, потому что вода. Но подождите, подождите. Опознали всех погибших, но учтите, учтите, что вы нашли не всех погибших. Потому что некоторых смыло волной. Одну я знаю точно, которую на острове мы не нашли. Это была Майдемника Торетто. Ее точно нет. Но я уверен, что не она одна после такой огромной волны не осталась на острове. Многих смыло, я уверен, друзья. Потому что посмотрите, сколько их. Вы помните, сколько их вокруг бегало? Радовалось, танцевало я, когда приезжал. А это что у нас здесь получается? Это еще не все. Еще не всех выкопали, я даже так понимаю. Ждем медвятолет, чтобы вывезти отсюда трупы. Все под контролем. Только нет человека, а обученного нырять. Обученного нырять? А для чего нырять? А нам нужно обыскать территорию под водой. Так, это приказ генерала был? Хотя, какого генерала? Это просто, друзья, регламент. Вокруг обыскать территорию. У любого преступления, когда происходит преступление, допустим, да? То есть, есть определенный радиус, который обыскивается. Для того, чтобы найти какие-то улики и так далее. Я понимаю прекрасно, да, потому что, опять же, смыло людей, смыло какие-то предметы наверняка. Слушайте, давайте так. Я понимаю, что это не моя работа. И у меня есть небольшой опыт в плавании. И я могу, в принципе, в этом плане помочь. Если предоставить оборудование, то, в принципе, в таком случае, я думаю, мы с вами сработаемся. Я думаю, вам его выдадут. Вот и славно. Вот и славно. Давайте проведем, посмотрим. Потому что, может быть, и сами что-нибудь найдем. Может быть, в конце концов, друзья. Я бы, конечно, очень хотел. Но, может быть, найдем даже и мать Доминика Торетто. Давайте. Майор, проводите. Проводите меня тогда к оборудованию. Попробуем поплавать. Даже если мы найдем не мать Доминика Торетто, то вы должны понимать, что у нас есть шанс найти части тела матери Доминика Торетто. И для того, чтобы удостовериться и идентифицировать части тела, то нам, конечно, нужна голова. Желательно. Желательно. Так, здесь у нас полицейские лодки, спасательные лодки. Сейчас, друзья, быстренько. Реально. Сейчас попробуем вокруг острова проплыть. Буквально там несколько метров, да, для того, чтобы понять, какие вещи там прибило, не прибило что-то к берегу. Но, действительно, я понимаю, что это, друзья, все-таки следственные действия. И, конечно же, мы должны обязательно нырнуть. Здравствуйте. Давайте экипировку мне, пожалуйста. Я сейчас прямо здесь переоденусь. И прямо отсюда, друзья, мы и пойдем, собственно, в плавание, в это путешествие. Так, ну, вроде бы готово, друзья. Маска надета, баллоны надеты, кислород теперь есть. Все в порядке. Мы будем следить за вами. Хорошо, контролируйте, потому что, мало ли что, да, можно застрять и так далее. Если через 10 минут вас не будет, то мы ныряем за вами. Слушайте, у вас даже баллонов нет. Куда вы ныряете? Просто контролируйте. Мало ли, 10 минут у меня не будет, действительно, да. Я там буду выплывать каждые 5 минут в случае чего. Хорошо, хорошо, все. Давайте, я тогда поплыл, обыщу это место. Посмотрим, что, как, где, друзья, плывем. Здесь очень глубоко, не забывайте. Самое страшное, что здесь есть, это акулы. Вот их как раз-таки бояться нужно больше всего, я так понимаю. Итак, ныряем под воду, господа. И начинаем свое путешествие под водой. Я очень надеюсь, что это каких-то результатов точно принесет. Потому что и товарищ генерал тоже будет рад, да. И мы, опять же, те же вещи, которые смыло водой. Господи, а тут слишком глубина большая. Тут слишком рыбки плавают. Тут слишком огромная глубина. Вы посмотрите. Она, наверное, больше сотни метров, наверняка. Это глубина. Но будем смотреть у берега конкретно. Я не буду далеко отплывать. Потому что все, что унесло далеко, это уже, как говорится, нас абсолютно не интересует. Поэтому изучаем подводный мир, как говорится, да. Смотрим внимательно. Здесь, в принципе, у берегов глубина не такая уж огромная, да. Поэтому самое главное... Так, кто-то плавает, я слышу. Кто-то... А, лодки, молодцы. Слушайте, но они контролируют. Они наверняка меня видят. Потому что здесь вода достаточно прозрачная, чистая. О, я даже отсюда их вижу, смотрите-ка. Но глубина в любом случае большая. Но туда я не поплыву. Потому что там меня в эту пучину... О, я уже вижу, что-то валяется. Потому что в эту пучину меня наверняка... Я там останусь, короче, навсегда. Не хочу я туда даже плыть. Так, вижу, что-то валяется. На самом деле много чего. Много каких вещей валяются. Какие-то ящики. Но это наверняка инвентарь какой-то с острова Доминика Торетто. Потому что, понимаете, смыло не только людей. Бочки также посмывало. Была у нас идея уплыть отсюда на бочках. Да, связать несколько бочек. Но я подумал, что это очень такая идея плохая. Потому что у нас ни двигателя, ничего, где нас будет болтать, шатать, тоже непонятно по этим волнам. И слава богу, что мы все-таки решили костер сделать. Это было вполне правильным решением. Так, здесь какой-то... Какая-то... Стеллаж какой-то непонятный. Так, вот мелкий. К мелким деталям нужно присматриваться. Давайте сейчас попробуем определить, что это такое. Честно говоря, я не знаю, что это такое. На что это вообще похоже. На фонарь какой-то, что ли? Или чаша какая-то. В общем, то, что нам, в принципе, не нужно. Так, это металлоискатель. Слушайте, целый металлоискатель. Это все можно подбирать. Нас интересуют какие-то вещи конкретно личного, допустим, характера. Документы там, еще что-нибудь. Вот отсюда я вижу... Что? Я сначала подумал, что это часы. Но, по-моему... Ну, понятно. Мы же находимся на острове Доминика Торетто. Который был завален оружием. Здесь бомба. К ней лучше вообще приближаться я не буду. Пойдем искать дальше. Что есть еще? Еще вижу отсюда ящики. Вот хорошо, вода очень прозрачная. Это просто прекрасно. Хорошо видно вещи. Диваны посмывало. Посмотрите, потому что и в здании все это попало. В здании тоже мебель вся повымывалась. И в итоге, пожалуйста, мы еще что-то видим. Это что у нас? Какая-то маска или что это? Это непонятно. Но тоже, в принципе, бочкой нам это не интересно абсолютно. Нам это не интересно. Ищем что-нибудь ценное. Что-нибудь личное. Опять какие-то ящики. Опять что-то здесь непонятное. Что это такое? Не пойму я. А вот... Ох ты! Целые, друзья, даже холодильники здесь есть. Ё-моё. Целые холодильники тоже были на острове. Понятное дело, что это все с острова. Понятное дело, что это все, друзья, было на острове. Опять ящики. Боже мой, сколько вещей на самом деле валяется. Сколько вещей. Ничего себе. Ничего. Оп, вижу. Опять. Опять динамит. Слушайте, здесь очень опасно нырять. Еще один холодильник. Мне не нравится на самом деле это место. Очень не нравится. Я не хотел бы подорваться. Так, вижу. Вижу, вижу. Вот это, пожалуй... А, это бутылка. Да, господи, боже мой. Я думал... Это часы опять. Я все ищу часы почему. Почему-то я хочу найти часы. Так, вижу кое-что. Вижу очки и гитару, на которой явно ребята играли, собирались, да, толпой. Было время, теперь гитара эта лежит здесь и покрывается ржавчиной очки. Надеюсь, не Доминика Торетто. Потому что такие очки у него нет. Ноутбук даже, ничего себе. Ноутбук, так, черепашка. Аккуратненько, давайте не будем пугать. Пусть она дальше смотрит мультики. Так, здесь у нас еще ящики. Так, рыба. Рыба выглядывает. Слушайте, ну на самом деле, не думаю, что генералу что-то из этого может понравиться. Так, еще что-то обнаружил. Еще что-то здесь есть. Это, друзья, целый самокат. Я не знаю, для чего здесь Доминику Торетто нужен был самокат. Я бы сплавал, ребята, туда. Но мне реально страшно. Все, что у берега, я готова подобрать. Поэтому, пожалуй, ничего интересного здесь на самом деле нет. И, тем более, доклад генералу о том, что я нашел там холодильник или гитару. Я думаю, что... Опа. А это что у нас такое? Это у нас крест. Так, крестик. Подождите, я... Я помню, что я такой крестик видел у Доминика Торетто. Так, я пожалуй... Вот это вот я, пожалуй, заберу. Вот это я заберу. И думаю, что очки нам нужно будет забрать. Забираем крестик. Вот что-что, друзья. Но крест я реально не ожидал найти. И я думаю, что он реально представляет какую-то ценность. И не только даже во в принципе ценность, да? Ну, ценность посмотрите. Ценность для Доминика Торетто. Это реально крест Доминика Торетто. Мы его нашли. Так, давай. Давай на берег. Там ничего ни хрена нету интересного. Телефонов никаких не валяется. Документов никаких не валяется. Одни очки, холодильник. Короче, мусор. Грубо говоря, валяется просто мусор. Ничего интересного. Поэтому можно было вообще, честно говоря, не плавать туда. Зря только на время потерял. Исключительно, исключительно вот то, что сейчас мы подобрали креста Доминика Торетто. Вот это я понимаю. Это, конечно, интересно. Так, в общем, я осмотрел территорию. Ничего интересного. Очки, холодильники, всякие ящики. Ни документов, ни телефонов. Ничего интересного, что представляло бы ценность для дела, которое мы ведем. Абсолютно ничего. Поэтому можете не переживать. Нашел из личных вещей цепь. Но я ее заберу. Заберу как улику. Не думайте, что именно мне нужна вот эта вот цепочка. Нет. Я ее просто заберу. Не указывайте. Не указывайте нигде эту цепочку. Этот крестик, чтобы нигде не указывали. Если не затруднить, доложите это генералу. Разберемся. Разберемся. Здесь связи нет. Все. Все, что нашли при людях. Это и есть то, что вам необходимо. Ценностей, может, не представляет. Но вещей очень много. Поэтому, если хотите достать. Уж я точно не грузчик. Пожалуйста, вызывайте специализированную группу. Которая будет со дна все эти вещи доставать. Так. Я тогда больше не нужен. Я тогда сделаю пару снимков. И генералу. Так. Давайте быстренько сначала переоденемся. Вот это, конечно, мы поплавали. Вот это поплавали. Товарищ майор. Можете возвращаться. Понял, понял. Что же тут еще делать-то? Больше нечего. А вы здесь загораете. Да, везде-нибудь загорали. Вот что вы здесь делали. Я уверен. Все, успехов. Давайте сделаем фотографию. Подтвердим. Не забываем. Подтверждаем, да. Что мы были на этом острове. Что мы все посмотрели. Как мы, я выяснил уже. Я понял, что трупы еще не все. Абсолютно. Это еще только маленькая часть трупов, которые здесь еще есть. Потому что, видимо, нашли не всех. Не всех достали. Достанут. Обязательно, друзья, всех посчитают. Мы об этом тоже сообщим. Составим список. Сообщим Доминику Торетту. Потому что я думаю, что для него эта информация важная. А сейчас я бы хотел, честно говоря, Доминику Торетту показать вот этот крест. Показать, что я обнаружил. Я думаю, что он будет очень счастлив, когда я принесу ему. Потому что, ну, я лично видел этот крест у Доминика Торетта на шее. Я не помню. Вот когда сейчас мы его задерживали, я, к сожалению, не помню, был у него этот крест или нет. Но я думаю, что этот крест его. Поэтому мы... Давай, давай, запрыгиваем. Поэтому мы все-таки полетим сейчас. И постараемся уговорить генерала, чтобы он организовал непосредственно встречу с Домиником Торетта. Чтобы... Я не буду говорить генералу про крест. Да, я ему не буду говорить про крест. Я просто хочу, чтобы мы с вами самостоятельно пришли. И, собственно, ему этот крест показали. Ну что, друзья, тем временем мы прилетели вновь обратно. Прилетели вновь в Россию. Летим в ППС. Аккуратнее, аккуратнее. Слишком низко пролетаешь. Я еще хочу жить. Летим в ППС. Докладываем товарищу генералу о том, что мы произвели следственные действия. Более того, мы ныряли. Это вообще не моя работа. Друзья, по поводу освобождения Доминика Торетта вопрос закрыт. Все, мы исполнили приказ генерала. Генерала убирать, как вы хотите, тоже никто не будет. По одной простой причине. Вы сами знаете, кем он назначен. Он назначен президентом Российской Федерации. Президентом. И даже если так получится, что мы его уберем и не будут знать, что это сделали мы, то расформируют всех. Я опять могу лишиться должности. Оставьте этого генерала. Да, он злой. Да, он грозный. Да, ему плевать. Но, в принципе, почему ему должно быть не плевать на своих сотрудников? Сотрудники должны просто не косячить и исполнять свои действия. Мы сейчас исполняем все, что он говорит. И при этом все вроде бы нормально. Даже спрашивает, как у нас здоровье и как настроение. Поэтому, друзья, давайте все-таки постараемся. Пока что, если он что-то сделает ужасное в отношении нас, это уже другой вопрос. Но генерал просто сам по себе строгий человек. Вот и все. Все, что я вижу от товарища генерала. Поэтому пока что генерала мы трогать не будем. Ни в коем случае нет мысли его убить там и так далее. Я просто вижу в этом человеке очень серьезное лицо, которое смотрит телевизор. Товарищ генерал, разрешите? Так точно. Значит так, докладываю. По вашему приказу, Белл отправлен на остров и произвел все следственные действия. После процедуры у меня возникли несколько вопросов к подозреваемому. И если вы не против, я бы хотел с ним переговорить. Это возможно? Почему голова мокрая? Потому что я нырял, товарищ генерал. Потому что я нырял вместо кое-кого. Если так, то я организую вам встречу. Да, есть несколько вопросов. Возможно, он совершил еще несколько преступлений. Но увидитесь только завтра с знаменником. Так точно. Так точно. Хорошо. Без проблем. Хорошая работа. Свободно. Спасибо. Вот видите? Он даже... Он даже благодарит за работу. От чего? От него? Ну не ожидал. Опять же, как ты служишь, так ты и показываешь себя генералу. Он это все видит на самом деле. Все видит. Для начала я для него был лопухом каким-то непонятным. Хоть и полковник опять же, да? Но, пожалуйста, друзья. Если исполнять свои обязанности как нужно, то по идее это должно привести к хорошему. Но я и сейчас уже обманул товарища генерала. Потому что у нас в кармашке лежит крест Деминика Торетто. Который завтра я ему обязательно принесу. А кому ролик понравился, господа, обязательно поддержите его лайком. Также не забывайте, что все события происходят на первом сервере Радмира Криминальная Россия. Ссылочка в описании есть. Если вы зашли в игру, вводите слэш МН для того, чтобы полностью ознакомиться с игрой. Также не забывайте про одиннадцатый пункт. Вводите большими буквами Макс Дип и по достижению четвертого уровня получаете от меня денежку. А я в свою очередь каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока.